привет это арт-студия единорог и сегодня мы будем рисовать тобой вот такой пейзаж акварелью ну что начнем для работы нам понадобится вот такой заранее заготовленный формат это половина листа а4 и я его приклеила малярным скотчем для того чтобы у меня получились красивые рамочки беру кисточку и развожу на палитре жидкую жидкую красочку много воды мало краски и этим первым слоем я буду покрывать наш лист сейчас вот такую жиденькую красочку я развела и вот так начинаем закрашивать сверху вниз делаю заливку стараюсь делать ее равномерно насколько это возможно если у меня что-то идет не так я добавляю водички вот таким образом я залью сейчас лист почти до конца немножко сейчас делаю потемнее цвет ближе к низу у меня темнее цвет поэтому здесь можно сделать по насыщеннее чуть-чуть разною его в этой области я нарисую сугроб вот такой линии и вот этой линии вверх сделаю равномерную заливку теперь я буду в этот слой добавлять цвет вторым слоем пройдусь в этой области правом углу добавлю зеленый вот таким образом и буду его размывать слегка водичкой здесь я в нижней части сделаю поплотнее по насыщеннее цвет хорошо когда цвета смешиваются они дают очень интересный эффект возьму потемнее цвет синий и начну сюда в нижнюю часть добавлять еще больше по насыщеннее цвета вот таким образом от сугроба делаю вверх чуть-чуть потемнее размою вот эту часть чтобы она у нас была без разводов возьму зеленый смешаю синим у меня получится такой бирюзовый цвет и еще добавлю вот в этом месте вот таким образом добавляю еще насыщенный цвет делаю это хаотично конечном счете у меня высохнет и должно получиться очень красивым поэтому не принципиальный как ты делаешь эти пятна нужно посмотреть самое главное примерно как я работаю кисточкой и сколько я беру в пропорции воды добавлю вот здесь темный цвет еще сюда буду добавлять темный насыщенный ближе к сугробу у нас должен быть темный цвет контрастный но добавляю я его не целой заливкой а немножко делаю пятнами чтобы был красивый эффект стараюсь вместо соединения с сугробом делать более ровным четким чтобы не было полосок размываю вот это место у меня получилось скопление водички я немножко водичку разгоняю излишки воды я соберу сухой кисточкой вот таким образом кисточку я высушила об салфетку и сухой кисточкой собираю лишнюю воду вот так немножко получится белесое пятно но она мне не мешает она дает даже интересный эффект здесь я прямо хочу на целенаправленно сделать чуть-чуть белесое пятнышко вот здесь наоборот темные добавлю темную еще вот в этом месте сейчас он растечется и смешается с зеленым красивым пятном добавлю вот сюда немного воды размоет свет он будет более светлым такой вот белесое пятно я хочу в этом месте и вот здесь еще добавлю слегка белесое пятно немножко хочу поправить не мне нравится мне сугроб сделаю вот в этой области его таким скошенным и все-таки добавлю фиолетовым еще более темного несколько мест такими пятнами которые сейчас растекутся и будут красивыми размою границы водой чтобы были не четкие пятна размытые уберу опять лишнюю воду ну вот я дала высохнуть первому слою вот так у меня получилось но мне это показалось недостаточным я возьму сейчас голубой смешаю зеленым и полностью по этому слою пройдусь еще один разочек сделаю более плотный более насыщенный цвет так как акварель высыхает и немножко теряет в цвете мне недостаточно этого цвета поэтому я прохожусь еще прям вторым слоем сверху делаю заливку широкой кисточкой равномерную заливку добавлю немножко темного цвета еще ближе к сугробу теперь я дам просохнуть вот так у меня высохло стал и и теперь мы будем рисовать деревья на фоне этого неба я беру коричневую краску делаю тоже ее слегка жидкой развожу коричневую темно-коричневую мешаю немножко черного добавляю и буду рисовать теперь тоненькой кисточкой вот таким образом сразу прям на этом фоне деревья ну а деревья у меня скорее кустарник молодые совсем побеги и хаотично рисую ветки делать это лучше тонкой кисточкой или кисточкой с острым концом как моем случае рисую очень аккуратно не тороплюсь чтобы кончики у меня у меня веточек были остренькие ну и сами ветки не получались толстыми так как я рисую пейзаж уже такой ближе к весеннему такая поздняя зима то у меня на этих веточках уже набухшие почки и я их не рисую такими точечками вот такой первый у меня получился кустарник дерево молодую рисую прям по верху второе они пересекаются с первым ветки друг на друга накладываются тут полет души можно нарисовать какие угодно веточки как ты видишь такое релаксирующее рисование ни к чему не обязывающее некоторые веточки я делаю чуть светлее некоторые толще некоторые тоньше по ходу решила добавить еще и на этом кустарнике веточку нарисую третье вот такое ответвление добавлю немножко цвета на ствол чтобы он не был совсем прозрачным вот такие почечки кончиком кисточки на некоторых ветках рисую прям точечки вот так эти почки придают живость нашему пейзажу добавлю цвет на ствол первого дерева и добавлю почек в нескольких местах толстые ветки на веточках добавлю вот таких почек некоторые ветки делаю более темные сейчас добавляю цвета это нужно для выразительности для создания объема некоторые светлее некоторые темнее в принципе ничего тут сложного нет так почти дорисовала группу этих деревьев здесь возьму более насыщенный цвет добавлю больше черного и еще поработаю с этими нижними ветками добавлю им немножко почек теперь нарисую в этой области еще одно тоненькое деревце точно таким же образом рисую ветки хаотично в разные стороны и на них мелкими мазочками почки дома ваше 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 Так, вот такие деревья у меня получились. Теперь я хочу добавить эффект снега. Возьму белую гуашь, обычную. Сначала я хочу попробовать тоненькой кисточкой рисовать снежинки, вот таким образом, точечки снежинки. Хотела эффект снега на ветке нарисовать, но напрасно, возьму кисточку с водой и сотру. Так, это долго рисовать, поэтому я сделала вот так, возьму кисточку и набрызгаю белой краской снежинки. Вот так. Сразу картину заиграла, такая эффект настала. Все, я доделала картину, а теперь сниму наш малярный скотч, чтобы посмотреть, что у нас в итоге получилось. Вот я сняла почти малярный скотч. Вот такая у меня картина получилась, очень живая, очень интересная. Надеюсь, что у тебя тоже получилось. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока!